Здравствуйте! Сейчас многие родители решают, как организовать летний отдых ребенка так, чтобы была и польза для здоровья, и пища для ума. Международный лагерь «Лингва-лидер» и телекомпания «Альфа-канал» в этом году организуют уникальную летнюю смену. В игровой форме дети будут изучать английский язык и познают секреты телевизионного мастерства. И все это будет на Мухинке. Что это за лагерь? Сегодня поговорим в простых вопросах. Мои гости Марина Вельмизова, руководитель лагеря, и Андрей Молев, технический специалист телекомпании «Альфа-канал». Здравствуйте! Марин, первый вопрос к вам. У «Лингва-лидер» уже есть опыт проведения подобных смен. И всегда есть тематики, да, какие-то тематики. Вот как называется эта смена и зачем вообще нужна вот эта тематика? Эта смена, которая пройдет у нас летом, называется «Звездные войны». Вот мы даже поставили здесь на плазму. Для чего нужна тематика? Ну это прежде всего обозначить для детей и для родителей, что их ждет. Ведь наши смены, это не просто смены, как в обычных лагерях 21-дневных. Наши смены проходят по определенному сценарию. Дети окунаются в сказку, проживают жизнь своих героев. Для чего это нужно? Для того, чтобы раскрепостить ребенка, для того, чтобы дать ему пищу, для того, чтобы показать все свои таланты. Когда ребенок раскрепощается, он непосредственно может полюбить английский язык без страхов, без всяких барьеров. Вот так вот. То есть они говорят там на английском, да, постоянно? Совершенно верно. Это уже не первая смена, которую мы проводим. Тематика предыдущих смен у нас была «Хогвартс» по произведению «Гарри Поттер» и «Средиземье» по произведению «Хоббит». Дети у нас выступали в ролях, проживали жизнь в смене под такими ролями, как эльфы, хоббиты, студенты Хогвартса. Соответственно, дети вовлекались в эту игру и с самого начала дня до конца дня проживали сказочную жизнь. Наша задача – погрузить ребенка в сказку. Вот так вот. Хорошо. Андрей, вот теперь к тебе вопрос. Как возникла идея организовать телевизионные курсы на базе лагеря языкового? Да, Оксана, совершенно недавно, да, вот относительно, ну, ты об этом знаешь, да, что мы начали проводить экскурсии по Альфа-каналу. То есть с вовлечением детей, да, то есть мы, скажем так, немножко приоткрываем дверцу в волшебный мир телевидения, и они видят этот мир наш волшебный телевизионный с изнанки. И мы видим, да, что интерес, он на самом деле растет день от дня. То есть дети не просто приходят и интересуются, ну, может быть, там, младшие школьники, да, с первого, может быть, по второй, по третий класс. Но уже дети, которые, да, даже, наверное, и третьеклассники, они уже не то, что интересуются. Мы понимаем, что дети, ну, как, что говорится, в теме. То есть дети уже знают некоторые аспекты нашей телевизионной кухни. То есть у них прикладной интерес. Да, прикладной интерес практически. То есть когда мы посещаем аппаратно-студийный блок, студию, они уже знают о камерах много чего. То есть они знают, как камера работает. Они спрашивают, в каких программах мы работаем, в каких программах мы монтируем. И когда, ну, в процессе общения я задаю детям вопросы, я понимаю, что дети-то подкованные. Дети не то, что в теме. Дети уже даже сами снимают, сами монтируют. То есть вот видеоблоги, да, сейчас новые учебные болеют. Да, сейчас у школьников, ну, не только у школьников, в принципе, вот, видеоиндустрия, да, переживает такой своеобразный бум, да. Каналы типа YouTube, Vimeo, да, очень, ну, как сказать, там очень популярное такое направление, как видеоблогинг. И дети смотрят, то есть дети мало того, что это смотрят, они еще сами хотят в этом поучаствовать. И поэтому, когда, опять же, да, во время экскурсии, я очень часто слышу вопросы технического характера. Вот, например, мальчики, девочки спрашивают, вот я, например, снимаю, да, а у меня там картинка, например, какая-то темная. Или вот у меня... Почему? Я хочу фон размытый, а у меня он не размытый. Или там, как, например, сделать звук качественнее, лучше, да. Вот поэтому и получается, будет это левая смена, да. Я по простоте, по своей душевной сказала, там, добавляйтесь ко мне в социальные сети, я вам все буду показывать и рассказывать. Меня, в общем, завалили вопросами. Надо дозированно давать эту информацию. Да, то есть я не успеваю отвечать на вопросы, и я понимаю, что интерес очень огромный. Как будет организовано обучение вот в этом летнем лагере? Ну, во-первых, мы отталкиваемся от того, что никакого заумничества, никакой зубрежки. Там сказка будет, как сказала Ромена, да. Да, то есть наша задача в чем? Чтобы детей через игру, да, научить тому, что их интересует, да. То есть мы отказываемся, да, намеренно от вот этих вот академических уроков, часов. То есть все будет очень интерактивно, для младших школьников, наверное, все-таки это будет попроще, в виде какой-нибудь игры. Вот, ну, со старшими там уже больше мы будем непосредственно на практику опираться. Так, у нас день у детей построен следующим образом. Нет ни минуты покоя, как говорится, да, как наши родители говорят, будут ли дети там скучать? Нет, родители, дети там не скучают. У детей нет времени даже позвонить вам, и не переживайте вы за них так сильно. С утра и до обеда дети проходят в интерактивной форме обучения. Обучение английскому языку в результате квестов, игр, песен, танцев. Обучение, это не то, что обучение, а вот именно это все в такой вот какой-то веселой форме, да? Это веселая форма, интерактивная форма по новым образовательным программам. Прописана программа специально для нас, для нашего лагеря. Автором смены Юлией Латыповой, которая проживает в городе Хабаровске, работает как переводчик, преподаватель и проходила обучение в таких крупных лагерях, как Океан, РТ, Корленок и пишет смены для созвездия. То есть хабаровские коллеги помогают, да? Наши хабаровские коллеги, они нас курируют, они нас направляют. И, конечно, лучшие наши кадры с города Благовещенска, наши педагоги и вожатые помогают нам воплощать эту сказку в реальность и окунать туда наших детей прям на 100%. А после беды, я так понимаю, начнутся телевизионные курсы, да? Да, я знаю. Что еще будет там, кроме... Вот мы уже поняли, что детей мы будем учить снимать. Что еще будет? Да, ну вот как я уже сказал, да, что хоть это и будет все в игровой, в сказочной форме, да, но вот, наверное, это больше информация такая, ну только для детей, но и для родителей. Все будет по-настоящему, все будет по-серьезному. То есть у нас будет реальная студия, то есть... Там будет студия, да, организована? Ну, например, ну не такая, конечно, как здесь, она будет немного другая, да, но все равно будет самая настоящая студия, будут самые настоящие камеры, будет профессиональный свет, то есть... То есть каждый ребенок сможет попробовать себя в роли телеведущего, да? Ну, как я уже, да, повторюсь, наверное, да, что для младших школьников, наверное, больше в игровой форме, но в игровой, в игровой, но все будет по-настоящему, то есть, ну, все по-честному, как говорится, да. Помимо этого, у нас предусмотрены прямые включения в прямом эфире, то есть вечерний выпуск новостей. У нас, ну, мы еще подумаем, как это сделать, да, будут ставки, врезки, то есть туда будет переезжать съемочная группа Альфа-канала с передвижной студией, да, для прямого эфира, и то есть будет... И дети будут вести репортаж. Да, то есть родители смогут увидеть своих детей в настоящем телевизоре, да, то есть... Мама, я хочу передать привет! Нет, 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 мама, это не профессиональная, Оксана, то есть мы все-таки, как бы, да, журналисты серьезные там, наверное... Понятно, не все будет серьезно. Да, плюс ко всему, во время всей смены, да, будет сниматься фильм. Ну, понятно, да, конечно, что под руководством опытных педагогов, опытных журналистов с Альфа-канала, да, но дети будут сами его снимать, то есть и в конце смены... А о чем фильм будет? Фильм будет о смене, то есть о чем мы будем снимать? То есть они будут снимать о себе? Да, сами о себе, да. О своей сказке? Да, с чего мы начнем-то? Ну, то есть, как бы, да, переплюнем Джорджа Лукаса, снимем Звездные войны на Мухеньке. Да, Звездные войны на Мухеньке. То есть дети сами о себе будут снимать фильм, и в конце смены каждый ребенок... Ну, наверное, нет, не в конце смены, нам, потому что, наверное, будут его смонтировать. То есть через определенное время, да, дети получат диск с фильмом, да, то есть каждый приложит свою руку к этому. Понятно. Да, то есть у ребенка будет реально существующая память, да, то есть на диске мы сделаем каждый мой фильм. Ну и плюс, опять же, я повторюсь, прямые эфиры будут. Ясно. Марин, с каким уровнем английского, какой уровень английского должен быть у ребенка? Потому что я знаю, что есть некие опасения у родителей, ребенок говорит, я приеду, ничего понимать там не буду. Совершенно верно. Очень часто задается такой вопрос. И уровень английского языка, уровень ребенка, его обучения, оценки совершенно не важен. Вот так вот. Для любого ребенка с любым уровнем... То есть даже если первый год обучения, даже если тройка стоит в дневнике, да? Даже если тройка стоит в дневнике, любой будет вовлечен стопроцентно в процесс нашего обучения. Дело все в том, что программа написана таким образом, что через именно наш нестандартный подход, наши квесты, игры, наши театральные постановки, дети настолько влюбляются в этот язык, что они совершенно не боятся говорить на том языке, которого сами еще практически не знают. То есть по окончанию снижения ребенок влюбится в английский и влюбится в телевидение, я так понимаю. Совершенно верно. Ясно. Я желаю вам удачи. Ну а зрителям говорю, до свидания. Это были простые вопросы. Говорили сегодня об уникальном лагере, который будет работать на Мухинке, где будут дети изучать английский язык и познавать секреты телевидения. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова